друзья всем привет с вами снова я алена блин и это мой свежий выпуск новостей алена блин говорит где я обсуждаю все самые горячие события шоу-бизнеса последней недели и сегодня для вас по традиции все самые горячие скандалы интриги расследования поэтому поехали скорее смотреть что же у нас случилось и начнем из концертов которые прямо сейчас проходят в москве при удивительном просто скопление людей например вы все наверняка видели вот то самое легендарное видео где 70 тысяч человек лужниках скандируют песни руки вверх крошка моя алёшка ну где же вы девчонки все вот эти наши хиты которые мы пели с вами в детстве и такое единение 70 тысяч и вот уже буквально через пару дней видим точно такое же видео где 60 тысяч человек скандируют хиты группы земляне концерт этот прошел в газпром арене уже в питере и это конечно потрясающее единение людей я давно таких концертов не припомню я думаю глядя на эти концерты те звезды которые сейчас свалили уехали за рубеж и где-то там пробавляются выступлениями маленьких клубах наверняка кусают локти просто от зависти потому что сейчас мы наблюдаем подъем таких мероприятий огромных концертов и это очень радует ну а мы с вами давайте посмотрим как дела у тех кто как раз таки покинул россию и начнем мы со светланы лободы которая объявила сейчас о том что она наконец-таки возвращается шоу-бизнес то есть все погрустила по записывала какие-то песни поддержку украины теперь она поняла что деньги все-таки нужно зарабатывать она возвращается и вот она объявила я вернулась у меня будет тур по америке по европе на мы посмотрим где выступает сейчас светлана лобода и вот она публикует даты двух своих концертов первый в таллине м джей клубе а второй в риге в местечке под названием бандер сало что это вообще за заведение такое первые слышу бандер сало бандер что это у нас чудо сало не знаю по каким критериям светлана отбирает себе площадки я думаю что не так много людей придет честно говоря на ее выступление там поскольку население то в таллине в риге это как не знаю отрадная москвили биберева поэтому что там она соберет мы посмотрим и с нетерпением ждем следующих даты и выступлений а ведь так все хорошо начиналось и светлана лободы в россии она появилась здесь такими хитами к черту любовь твои глаза а потом вот эта вот новость про то что она родила от тиля линдемана и воспитывает дочку я думаю сегодня наступил все таки день когда я могу рассказать о том на какие жертвы пришлось пойти светлане лободе чтобы стать супер звездой россии и раскрыть самый главный обман ее жизни с которого она начала свою карьеру речь о том самом тиле линдемане их якобы романе общалась я тут недавно со своими друзьями в шоу-бизнесе как вы знаете у меня их много и они мне рассказали такую историю мол ален ты знаешь вот у нас есть один знакомый бизнесмен женатый он встречался со светланой лободой и даже она была беременна от него и даже родила и тут вы знаете у меня челюсть просто упала на пол я начала дальше выяснять что там произошло подождите как она родила ведь этот ребенок от тиля линдемана и само окружение светлана лободы меня уверяла божилось что все это правда это действительно так света закрутила роман с линдеманом и родила от него выясняется что родила света от этого бизнесмена который был женат и который пообещал ей когда узнал что она забеременела жениться на ней но что-то пошло не так света забеременела мужик этот слился светлане нужно было как-то выходить из этой ситуации и в мозгу ее гениальных пиарщиков родился план а давайте-ка мы замутим такую историю ведь совсем недавно на фестивале жара света встречала стилем линдеманом он активно за ней ухаживал бился вокруг нее и даже знаете на моих глазах они вот что-то флиртовали ходили в какое-то кино тогда уже у меня закрались сомнения почему пиарщики светлана лободы мне всячески дают понять о том что у них роман я как человек недоверчивый сначала думала что ну это очередной пиар но потом когда пришла новость о том что света беременна они мне лично звонили и говорили это ребенок тиля линдемана ну а дальше история развивалась так тиль линдеман нигде не комментировал о том что он отец ребенка светлана лободы лобода в свою очередь тоже молчала но потом через разные каналы источники нам поступала информация что вот уже тиль линдеман встречает ее с цветами у роддома вот они встречаются в ресторане вот она крестит ребенка вот там еще что-то происходит я ни минуты не сомневалась потому что дружила с этими людьми со света я тоже дружила и с ее директорами дружила они мне алена мы тебя не обманываем это так и есть и когда мне мои друзья там говорит ты что тебя разводят это все неправда я не верила до последнего пока вот буквально на днях мне не рассказали что это была хитрая схема по которой светлана лобода объявила всему миру о том что она беременная тиля линдемана оказывается это был контракт по этому контракту тиль линдеман молча соглашался на роль отца ребенка светлана лобода ничего не комментировала более того она никогда не показывала лица этого ребенка и по сей день не показывает вот лицо этой дочки которую вы представляете она назвала тильдой вообще можете себе представить до какой степени нужно хотеть этой популярности хотеть этого пиара и хотеть стать суперзвездой чтобы пойти на такие жертвы она воспитывает ребенка которого зовут тильда типа с намеком что эта дочка тиля тиль тильда но это просто немыслимый обман я бы никогда вообще не вспомнила эту историю мне уже было по большому счету плевать но вот сейчас когда я узнал что действительно была разводка из планированная акция я честно говоря офигела цвета ты начала свою карьеру в россии с огромного вранья и что сейчас мы видим все то же самое сначала ты появляешься заявлениями о том что тебя притесняют на украине тому бандеровцы угрожают семье потом ты в феврале когда начинаются всем известные события на украине переобуваешься и теперь уже костеришь россии на чем свет стоит потом ты отказываешься от этой страны и от своей публики уезжаешь куда-то там за польшу в европу сейчас уже объявляешь тур в америке ты не хочешь попросить прощения у российской публики за то что дурила им голову просто столько времени светок вы знаете завершая эту тему я все таки не буду раскрывать имя настоящего отца ребенка светланы лободы потому что хоть что-то человеческое во мне осталось а вам в комментариях предлагаю самим посмотреть что там были за женатые олигархи и с кем там видели в это время светлана лободой может быть построить свои какие-то версии и может быть вы и мы вместе с вами узнаем наконец-то кто истинный отец ребенка светлана лободы конечно если это еще кому-то интересно с учетом того что она свалила из россии и теперь будет выступать в клубе вон дер сала сейчас я знаю что светлана лободы все хорошо в личной жизни она замужем муж и очень крутой армянский бизнесмен чем-то владеет дубай и единственное на что я хочу надеяться это то что светлана лобода если вдруг задумает снова рожать не прибегнет к этой схеме черного пиара и мы с вами не узнаем о том что отец ее ребенка например стивен сигал или жерар депардье или кто там у нас еще есть желающих попиариться ну а что там у нас у других российских знаменитостей которые покинули страну и где-то пытаются раскрутиться и прожить екатерина варнава объявила о том что участвует в шоу под названием залечь на дно в ереване представляете и это шоу будет повествовать о четырех заблудших московских душах ищущих лучшей жизни в армении вы представляете то есть зря варнава танцевала на палубе и задирала ноги мы-то думали она готовилась к новому сезону кабаре а как она готовилась к тому чтобы залечь на дно в армении в ереване да еще вместе с александром гудковым наталья еприкян и еще какими-то чуваками и чувихами из comedy woman в общем не будет очень интересно кто пойдет смотреть это шоу а я очень надеюсь что сюжет этого шоу не станет для варнавы всех ее друзей пророческими и не придется залечь на дно уже не просто в ереване а по жизни ну а мы переходим к следующей новости и она у нас из жизни аллы пугачёва и максима галкина ну конечно я не могу не следить за тем что там с ними происходит и как у них дела а новость такая пугачёва и галкин переехали из израиля в юрмала но тут все понятно в израиле сейчас уже жара в юрмале приятный ветерок поэтому им там комфортно что я узнала о том что поселились они на вилле марта вилла марта расположена в элитной части юрмала на второй береговой линии принадлежит она некоему банде банкиру виктору красавицкому который вот сдал в аренду пугачёвой галкин этот особняк и кстати в сезон он обходится им 100 тысяч евро но я думаю что для пугачёва и галкина этот самый виктор красавицкий сделал какие-то скидочки в общем все у них там есть в этой вилле для жизни для их томных прогулок прекрасными юрмальским вечерами по береговой линии и кстати о прогулках смотрю я пугачёва и галкин активно ведут светскую жизнь пошли на концерт вот недавно интерса бусулиса если вы не знаете интерс бусулис это такой латвийский певец который очень долгие годы пытался раскрутиться у нас в россии что он только не делал и просил игоря крутого взять его в новую волну и участвовал во всех песнях года и активно кружился бился вокруг всех сми его пиарщики умоляли взять у него интервью он давал и концерты и корпоративы зарабатывал здесь деньги но феврале что-то случилось интерс бусулис заявил что ненавидит россию никогда в жизни он туда не вернется отрекается но от всего что он здесь делал и решил продолжить свою карьеру там откуда он собственно приехал при балтике поэтому все у него там видимо хорошо дает он концерты и сидят там у него в вип-портере пугачёва галкин и даже кристина арбакайте с мужем откуда-то там нарисовались видимо вернулись из майами или где они там проводили последние месяцы в общем настоящее воссоединение семьи а еще с учетом того сколько вообще сейчас прибалтики юрмале тусит российских знаменитостей то я думаю что им то можно спокойно организовать фестиваль как знаете несколько лет назад новая волна всегда проходила в юрмале а тут пусть проходит новый фестиваль там не знаю какая заблудшая волна и вот пусть они там все собираются и поют ну а мы переходим к новостям из жизни еще одной нашей с вами любимице наргиз как дела у наргиз что там узбекистане уже пошли помидоры чем она там занимается занимается она не поверите все тем же самым она бесконечно срется со своей аудитории и с подписчиками и даже выложила скриншот переписки с одной из девушек которые что-то там видимо ее критиковала и назвала ее доголовым ботом представляете в общем наргиз не меняется что-то модно что-то вышло из моды а у нее все всегда по старым и вот у меня просьба подписчикам наргиз и тем кто пытается писать и в дире и вот спросите саму наргиз если та девушка которая написала доголовый бот то на кого похоже сама наргиз ну а у нас каждой новостью повышается градус веселья и вот читаю я про катю лень вернее смотрю видео она поучаствовал в очередном шоу вы знаете что она активно эксплуатирует тему инопланетян в ее жизни и до чего она уже договорилась и как она уже только не достала всех своими рассказами о том что инопланетяне украли у нее зубы что видно это достало самих инопланетян и в этом шоу появился вот этот вот инопланетянин который просто швырнул в нее эти зубы мол подавить или вставь их себе обратно главное больше не рассказывает ничего в общем очень веселый ролик всем рекомендую а мы с нетерпением ждем когда в этом шоу появится юрий лоза который будет падать с края плоской земли а ловить его будут конечно же трехметровые великаны которые отнесут его надеюсь кремль на руках ну а тем временем на николая баскова напала не поверите тоже представительница другой цивилизации все случилось в турции где коля видимо выступала не знаю что он там делал вот у нас есть ролик где он стоит причем стоит спокойно не веселиться не танцует и до него докапывается какая-то женщина видимо с коктейлем в руке в купальнике на территории отеля где все включено и вот она подходит ему говорит знаете николай вас так люблю я с украины а вот вы знаете сейчас россия бомбит украину а вы здесь веселитесь почему на что коля не растерялся и говорит а вы мол где видите что я веселюсь я здесь просто отдыхаю правда на месте николая баскова я бы уточнила а что делает вот сама эта женщина которая до него докопалась на территории этого отеля all inclusive что она там грустит скорбит или читает новость о том что происходит на родине что ей вообще от него надо поэтому коля в следующий раз когда к тебе подвалит вот такая отдыхающая задавай ей встречный вопрос что она сама там делает но мы переходим к следующей новости где у нас андрей разин еще один теперь полюбившийся нам персонаж так вот андрей разин никак не успокойтесь сидел он сидел выкладывал посты о том как он скорбит по юрию шатунову и тут выдает он мол узнал и выяснил кто истинно виновный смерти юрия шатунова и не поверите по мнению андрея разина это та самая судья которая постановила и вынесла решение о том что юрий шатунов все-таки имеет право исполнять песни ласкового мая те самые которые андрей разин годами ему пытался запретить петь и подождите по логике разина что юрий так обрадовался что ему стало плохо и он умер где вообще логика мыслях андрея разина зачем он вообще все это пишет и еще к вопросу зачем разина нужны были вообще все эти права на песни и почему он так не хотел чтобы их продолжал исполнять именно юрий шатунов я нашла ролик несколько лет назад оказывается андрей разин готовил вы не поверите двойника юрия шатунова то есть это был мальчишка примерно напоминавший юру образца там 89 91 года с вот этими волосами в джинсовочке какими-то битыми елочными игрушками на плечах и вот он готовил этого парня представляете на роли юры шатунова и вот зачем ему нужны были права на все эти песни чтоб этот пацан их спокойно пел а разин клал все деньги себе в карман а пацану этому не знаю ничего наверное бы не доставалось кстати вот этому парню двойнику юры шатунова было тогда 24 года и звали его и он и они ци оказывается это парень из молдовы хотя судя по его имени мне кажется какой-то внебрачный сын ингиборги дабкунайта и интерса бусулиса боже как я все это выговорила я молодец в итоге у разина ничего не получилось зрители не купились на этого двойника и слушать его песни как-то не планировали короче достал нас и вас и всех я думаю уже этот андрей разин и хочется ему посоветовать только одно вернуться сюда в россию ответить по закону вообще за все то что он делал долгие годы но в конце у нас вместо рубрики обиженки рубрика и непонятки слушайте это просто невероятно в прошлом выпуске я рассказала об истории когда иосиф пригожин обиделся на группу little big или они на него обиделись и пригрозили что публикуют компромат на него а я высказала догадку что была у меня есть компромат на него на самом деле иосифа зовут валерий именно так называл его на недавнем своем семейном празднике филипп киркоров но пошутила я но что же устроили потом сми но просто под сто ссылок то что иосифа пригожина на самом деле зовут валерий раскрыта страшная тайна иосифа пригожина иосиф пригожин долгое время скрывал от валерий свое имя и мне кажется даже самый иосиф пригожин засомневался как его зовут поскольку он мне немедленно написал что это мол такое алена ты говоришь да у меня там паспорт да я все покажу да я на самом деле иосиф все ребята запомните иосифа пригожина зовут иосиф пригожин вот его паспорт ну а мне по ходу друзья просто надо поменьше шутить поскольку что я не скажу сразу начинают цитировать и воспринимать это за правду а я иногда шучу вот у меня чувство юмора такое и давайте уже найдем какой-нибудь другой компромат на иосифа пригожина я о нем расскажу у кого есть пишите в коментах друзья спасибо всем кто досмотрел мой выпуск новостей алена блин говорит до конца увидимся с вами по традиции в следующий вторник ну а вы пишите комментарии столько в этом выпуске у вас спрашивала что я хочу уже прочитать то что вы понапишите и оттуда взять темы для следующего выпуска поскольку начинается лето мертвый сезон и уже шоу-бизнесе все перестает происходить поэтому давайте с вами активнее общаться и обсуждать новости шоу-бизнеса и не только с вами была я алена блин поехала на шашлыки на дачу все а а и и и и и и